Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 сентября день Захарии и Елисаветы. В память Елисаветы и Захарии, родителей Иоанна Крестителя, Елисавета была двоюродной сестрой Марии, несмотря на долгие годы жизни вместе, у них не было детей. Однажды Захарию в пустыне явился ангел, который открыл ему, что скоро у них появится ребенок, его нужно назвать Иоанном. Захария не поверил, ангел сказал, он лишится дара речи до рождения сына, так и произошло. Захария снова стал говорить, когда взял на руки младенца Иоанна. Этот день считается счастливым для предсказаний в память того, что святая Елизавета предсказала Деве Марии рождение Христа. Поэтому на Елизавету в старину посещали ведуно и знахари. Сегодня принято топить баню и париться в ней, чтобы быть здоровым в течение всего года. И все потому, что было принято выгонять кумоху, то есть лихорадку, березовыми вениками. Этого было достаточно, чтобы нечистая сила никого не беспокоила после проведения данной процедуры обряда. Приметы. Все гадания, предсказания сегодня непременно сбываются. Листья пожелтели раньше положенного срока, осень будет ранней, а зима суровой. Если сегодня листья рябины пожелтели, зима наступит рано и будет холодной. Много ягод на рябине будет дождливая осень. Получилось вкусное и, знаете, сладкое, но вот в отличие от искусственных сладостей, допустим, если там слишком много сахара или еще что-то там такое намешанное в продукте, то получается какая-то приторная сладость. А здесь наоборот. Сладость получается такая приятная, естественная. Ту, которую просто-напросто организм наш и хочет употреблять. Еще разок. Съедим. При этом никакой сухости во рту нет. А наоборот. Только какое-то особое удовлетворение. Как будто мы с вами съели бальзам, который нужен нашему организму. Действительно, когда вот сделаешь тот продукт, который нужен для нашего здоровья и начинаешь его есть, то ты ощущаешь, что само тело начинает тебе подсказывать, да, это именно то, что надо. Итак, мы с вами сделали природную сладость, которую употреблять лучше всего. Не более столовые ложечки. Лучше всего с утра, для того, чтобы мы активно включались в работу. Очень хорошо использовать школьникам, студентам. В качестве завтрака или на завтрак. Да, и, кстати, не запивать ее. Ее надо просто-напросто взять и съесть как самостоятельный прием. А уже потом там можно что-то там выпить, там что-то там съесть. Но самое главное, ее надо съесть как самостоятельный прием. А после все остальное. Очень хорошо ее использовать спортсменам, которые тяжело тренируются, много тратят. С помощью чего восполнять потраченную энергию? Оказывается, вот эта вот смесь будет этому и способствовать. А именно, смотрите, это не просто быстрые углеводы, которые там раз, сгорели и все. Это еще витаминная смесь, которая будет обновлять и поддерживать те ткани, которые особенно трудились. Например, мышечную ткань. Вот. Она будет очень хорошо восстанавливать. И за счет углеводов, и за счет растительных белков, и за счет огромного количества витаминов группы В. То есть, знаете, вот я бы так сказал, вот эта вот смесь будет являться тайным средством к успеху в достижении спортивных результатов. Особенно те спортсмены, которые тренируются, ну, допустим, в беге, тяжелоатлеты, борцы и ряд других пловцы. Те, которые тратят много энергии. Для ее восстановления лучшего блюда не найти. Поэтому я им рекомендую именно вот это вот. Дополнительно смотрите, что у нас происходит. Хурма сама по себе и абрикосы сушеные очень хорошо поддерживают работу сердца. Сердце у спортсменов изнашивается от больших нагрузок и неполноценного питания в восстановлении. Поэтому вот эта смесь будет прекрасно действовать на сердце. Оно будет его укреплять. Физическая нагрузка не будет разрушающим фактором, а наоборот она будет созидающим. Почему? Потому что пища будет его укреплять. Когда имеются большие физические нагрузки, но нету полноценного восстановления, как правило, возникают проблемы с сердцем. А если мы с вами будем употреблять вот это вот блюда, никаких проблем у нас с сердцем не будет. Наоборот, она только будет укрепляться. Все, кто испытывает проблемы с кишечником, там имеют скрытые запоры, плохо выделяется там желчь, идет ко мне образование. Смотрите, вот это вот как раз пища будет способствовать тому, что будет запускаться, естественно, самопроизвольная работа желудочно-кишечного тракта. Все будет работать как часы. Особенно я бы вам порекомендовал посмотреть за своими детьми. А как, какой у них стул, а как они ходят, вот, не жалуются ли они на подобные проблемы. И если что-то подобное есть, сразу же использовать вот эту вот смесь. Пропорции. Пропорции вы видели. Лучше всего примерно взять один к одному. Одну часть прорушившей пшеницы, одну часть размоченной кураги, абрикос, одну часть сушеной хурмы размоченной. Вот. И половину, половину меда. Можно, конечно, и одну часть, но поэкспериментируйте. Возьмите половинку меда. Все это смешайте, да. И далее, далее. Вот. Вот эти специи. Вот эти вот специи удивительные. Там куркума, имбирь и прочие-прочие специи. Они усиливают наш иммунитет. Усиливают пищеварение, усиливают умственные способности. И, в конце концов, милые мои женщины, если ваши мужчины как-то к вам охладели, и у них уже не та страсть, которая была раньше, вы можете использовать опять-таки эту целебную смесь. Помимо того, что она придает силы организму, здесь имеются и витамины Е, которые так необходимы нашему организму. И в период, будем говорить, роста, и в период половой зрелости, и в период для того, чтобы угасания организма не было, отодвинуть этот период как можно дальше. И если вы беременны, и если вы кормите, если вы там выхаживаете и так далее, и так далее, просто съели одну столовую ложечку. Для того, чтобы вас любили, чтобы вы не стали, если были красивыми, чтобы вы хорошо учились, и используйте природные сладости, которые я сделал на ваших глазах. Кстати, охранить ее можно просто-напросто в холодильнике. Доброго вам здоровья и приятного аппетита! Девятнадцатые лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутином. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. 20-е лунные сутки. Энеритика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах. Благодарю за просмотр. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok